Насколько сегодняшнее представление отличалось от того, которое было в прошлом году? Сегодня мы привезли новую программу. Здесь было очень много новых номеров. Собственно, мы решили привезти такие номера, которые завязаны с названием программы. Она называется «Телепорт». Сегодня были перемещения в основном, исчезновения в одном месте и появление в другом месте. Вот этим она и отличается. Как всегда, мы работаем в своем стиле. Подача та же, свет тот же, звук тот же. Единственное, что вот этот город в Риге нам все время достается самой маленькой сцены. Самая маленькая сцена, самое сложное закулисное пространство, и поэтому вы не представляете, что происходило в тот момент, когда закрывается занавес. Что в вашей жизни за этот год случилось? Что нового? Может быть, какие-то новые проекты, о которых мы не знаем? Мы сейчас снимаем новый большой грандиозный, как мы надеемся, проект ТВ-шоу, в котором будет участвовать много звезд, которые будут вместе с нами творить чудеса на сцене. Наконец-то российское телевидение заинтересовалось нами как иллюзионистами. Наконец-то это случилось. Не как скептиками и даже не как экстрасенсами, потому что раньше, когда мы проходили по улицам города, вслед кричали, а вон эти братья-экстрасенсы. Братья-экстрасенсы. Сейчас, слава богу, российское телевидение нам дало возможность сделать полноценное иллюзионное шоу. Я снял фильм «Полный метр», который выйдет этой зимой на большие экраны. А еще я буду сейчас снимать фильм с моим любимым актером Рудгером Хауэром. В общем, я так пошел в кино. Это с четырех лет я мечтал заниматься фильмами. Вот в этом году наконец случилось. Ну вот я помню, что ты нам как раз в прошлом году очень много про фильмы и рассказывал. Как так получилось? Вот немного подробнее про этот свой фильм. Как так получилось? Я вот с братьями, мы со сцены об этом всегда и говорим. Ребята, нужно верить в себя, нужно стремиться, под лежащий камень вода не течет. Я встретил замечательного партнера Алексея Голубева, с которым мы, собственно, вместе это все устроили. Я не буду тебе детали рассказывать. Это очень долгая история и неинтересная. Ваше пристрастие к кинематографу, любимые фильмы? Ну, у меня нет особого пристрастия к кинематографу, хотя мне нравятся очень старые советские фильмы. В них есть что-то такое трогательное, наивное, чего нет, к сожалению, в современном нашем кинематографе. И наш кинематограф, конечно, поглотили американские, надо сказать, качественные действительно фильмы, и нужно отдать им должное. Действительно, они иногда бывают интересные, но все-таки душа лежит, где-то вот что-то ностальгирует, где-то там пока летает. Ну, а в кино ходишь за новинками следить? Хожу, конечно. Сейчас, кстати, пошла тенденция такая, очень много выходит фильмов, именно связанные с жанром иллюзии. То есть Голливуд стал эксплуатировать эту тему, и последние три фильма, которые выходили, а это престиж, это иллюзионист, и сейчас иллюзия обмана вышла, и предполагается скоро еще две новинки. Одна связанная с Гарри Гудини, и еще там какая-то тоже в разработке. Естественно, вот за этим я слежу обязательно. Хорошо. А последний фильм, который ты в кинотеатре посмотрел, помнишь? Последний раз я уснул в кинотеатре, потому что у меня было очень много работы. Я пришел, потому что Андрей меня позвал. Что это за фильм был? «Исчезнувшие». Фильм «Исчезнувшие», скукотища. Я до сих пор наслаждаюсь фильмом «Железный человек». Я влюблен в этого персонажа. И первая, вторая и третья части, это мой любимый фильм. Я люблю очень фантастику, люблю такие комиксы, чтобы что-то было нереальное. Андрей, если бы у меня была возможность одевать на себя дома костюм «Железного человека», он бы это делал. Просто у него нету так. Давно сходил, посмотрел фильм «Город героев». Реально всем рекомендую. Там, ну, во-первых, смешно, а во-вторых, весь зал рыдал. Я видел, как я сам еле ком сдерживал. Я понимаю, что на меня, если не было смотреть, я буду уходить с заплаканными глазами, но я потом сел в машину и прорыдался. Очень крутой мультик. А еще какой-нибудь фильм, который ты помнишь, что вот оставил на тебя такое неизгладимое впечатление, не из последних, что видел? Я помню, ты там очень часто смотришь. Слушай, я вообще помешан на кино. У меня с собой внук 10 скачано новых, которые я еще не видел. Да, из последних. Вроде смотрел что-то? Сейчас начал смотреть фильм «Дворецкий». Посмотрите, а ну и последний, наверное, тоже вам может понравиться «Лучшее предложение». Так называется. Еще раз, как? «Лучшее предложение». Это комедия? Нет, это очень крутой триллер. Да? Да. Что там играет, помнишь? Не помню. А у вас? Известный чувак, блин, правда, я не вспомню сейчас, как его зовут, но известный. Я очень люблю актера Роберта Дауни-младшего. Сейчас как раз с ним вышел фильм «Судья». Смотрел этот фильм? Я вернусь и обязательно посмотрел. О, шикарно! Этот фильм идет, он еще идет. Этот фильм офигенный. Да? Вот, обязательно пойду. Обязательно пойду. Мне тоже нравится Роберта Дауни-младшего, но... Так он тебе, наверное, потому что еще «Железный человек-тренер». Ну, вообще, в принципе, интересный парень. Я его увидел первый раз, ну, я для себя его открыл в фильме «Шерлок Холмс», когда он с Житлова снимался вместе. Я думаю, что именно с Шерлок Холмс у него началась новая волна, как в свое время был с Траволтой, когда тоже он второй раз, скажем так, завоевал сердца публики. Но мне, кстати, Шерлок Холмс не очень понравился, потому что я вот люблю старого Шерлока Холмса с Ливановым, и поэтому я как бабушка люблю именно вот ту картину. Хотя надо отдать должное, действительно, интересный актер, и мне очень нравится то, что он вошел, потому что раньше я о нем вообще ничего не знал. И действительно, как и многие люди, которые сейчас посещают кинотеатры, действительно, они открыли его именно после Шерлока Холмса. Я недавно, будете смеяться, я посмотрел «Черепашки-ниндзя». Да то что, такая ностальгия, так шикарно. Но я хотел, что я сейчас вспомнил о фильме, который действительно мне... Я прочитал отзывы, я специально держу пока название интрига, я прочитал отзывы, все почему этот фильм облили грязью, и мне понравился, один мужик пишет отзыв, говорит, вы почему, что, где ваши мозги, включите. Я думаю, вот этот отзыв, да, из-за него надо посмотреть. Николас Кейдж, оставшийся. Это который сейчас? Это «Left behind»? Да ладно. Там исчезают люди, прежде всего фильма, исчезает, просто до одежды остается. Я прям сегодня раздала оставшиеся билеты, которые у нас были, потому что решила, что мне не надо этот фильм видеть. Да, да, хороший, очень поучительный, очень хороший. И Кейдж, как всегда, вот некоторым он не нравится, да, он уже ушел в категорию, наверное, CD актером, но мне он очень нравится, и в этом фильме он шикарен. Посмотрите. Когда мы вас в следующий раз в Риге еще увидим? Через год мы к вам приедем снова. Да? Ну, чем вы нас порадуете? Новым шоумом. Новым шоумом. У меня очень талантливые братья, которые не перестают создавать новые иллюзии, которые не перестают фантазировать, фонтанировать идеями. И за это я их очень люблю. Так, а что братья скажут по этому поводу, да? Это так? А братья сейчас в ступоре, потому что мы еще не знаем, что это будет за программа, и она даже не в разработке. Это мы посвятим конец зимы. Нет, идей действительно много, но нужно выбрать какие-то идеи, объединить их в какое-то некое шоу, поэтому этим мы займемся в конце зимы. Сначала мы съедем отдохнуть, а потом уже приступим к новой программе. Мы видим, посреди города висит уже огромная афиша Робби Вильямсона, он к вам приезжает с 6 апреля. 6? 6. Мы к вам заедем в гости, посмотрим его концерт. И в следующем году, я так полагаю, что, скорее всего, осенью мы к вам приедем уже со своим концертом. В плане такие, смотрите, тут замечательная программа, здесь потрясающая едущая. Просто обалденное шоу. Друзья, всем огромной любви, радости, удачи и просто хорошего настроения на каждый день. Цените каждый день и радуйтесь. Очень похож Сергей пожеланий на мое. Мне кажется, надо любить друг друга, побольше улыбаться, ценить. И самое главное, верить в чудеса. А не поверьте, всегда рядом с вами, просто кто-то их не замечает. Жизнь — это кино? Ты не поверишь? Ты не поверишь? Да, бывает столько по жизни моментов, ты думаешь, блин, ну как в кино реально? И ты смотришь, думаешь, обычно кино смотришь, что-то происходит, думаешь, да ладно, такого быть не может. Потому что у тебя реально в жизни ты уже сам на следующий день происходишь. Ё-моё, как в кино было. Жизнь — это кино, это точно. Когда-то Classic сравнивал жизнь с театром, называя ее игрой, а люди, которые в ней участвуют, актерами, то сейчас с современной точки зрения можно сказать, что да, жизнь — это кино. Те же самые игры, те же самые интриги, та же самая любовь, те же самые актеры. Ходить в кино. Короче, ты так бы и сказала бы, что, значит, мы обожаем фильмы. Это шикарное шоу. А этой ведущей вас больше уже не будет. Это шикарное шоу. Ко мне к кино приходите домой смотреть? Жизнь — это кино? А? А? Субтитры сделал DimaTorzok